Это что у нас? Это молочная каша «Дружба». Состоит из цельного молока, риса и крупы пшени. Школьная столовая – это зеркало всей образовательной системы. К такому выводу пришли наиболее активные пользователи социальных сетей и обрушились с критикой на качество питания в школе номер один. Кому-то из детей не понравился вкус гречки. Есть жалобы, которые обоснованы, а также мы сталкиваемся с такими моментами, что жалобы по большому счету не обоснованы. То есть даже заявляются те люди, которые на самом деле от их лица есть определенная запись, но у них нет ни детей, и как они иногда говорят, они даже об этом и не писали. Вопрос питания льготной категории учащихся стоит на особом контроле у губернатора края Олега Кожемяка и главы Артемовского городского округа Вячеслава Квона. Ведется постоянный мониторинг со стороны Роспотребнадзора, Управления образования, общественных организаций, родителей. Приходят, смотрят санитарное состояние, все, чтобы вовремя накрывалось, чтобы горячая пища была. И сами обязательно пробуют все, что входит в меню на сегодняшний день. 70 рублей стоит школьный обед. Столько же и завтрак для учеников младших классов. Но в их питании обязательно должно быть молоко. Меню составляется с учетом не только вкусности, но и полезности. Обязательно должны быть молочные каши. Они должны быть обязательно и полезны для живутка. Также они, как бы, это все-таки завтрак. Мы должны это учитывать. Рис и пшено, здоровое питание, молочная каша, идеальный завтрак. Правда, у этого полезного продукта есть один недостаток. Порции рассчитаны на детей 9-10 лет. Они одинаково абсолютно. То есть, как бы, енда не хватает. Приходишь домой, уже голодный. Перемена закончилась так же быстро, как и обед в школьной столовой. И свою оценку поварам поставили не какие-то тети и дяди из социальных сетей, а сами школьники. Каша. 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 Мне не понравилось. А мне очень понравилась каша. Каша очень вкусная. Очень вкусная. Александр Наточев, Денис Надельный, Амир Зинатулин. Городские новости. Телеканал Лента.